Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Сегодня хочется поговорить о ситуации, которая произошла в Знаменском женском монастыре в селе Ляховка. В ночь с 12 на 13 декабря там произошел пожар, горел храм. Как будет восстанавливаться храм и чем могут помочь те, кто нас сегодня слушает? Храм, конечно, будет восстанавливаться. Это главный храм монастыря и памятник архитектуры. Он построен в первой половине 19-го столетия в стиле провинциального классицизма. В конце 30-х годов он был закрыт. Как и закрыты были большинство сельских храмов. Но после войны его вновь открыли. Пока была война, там был сцепной пункт, хранилось зерно колхозное. Потом его вновь открыли и начало вновь совершаться богослужение. Ко времени перестройки этот храм был действующим. И был один из восьми действующих храмов на территории Ульяновской области. Он был на Тшибе. Там никогда не было большого количества людей. Но очень многие люди ездили туда, чтобы помолиться. А самое главное – покрестить своих детей туда, где не было такого вездесущего и постоянного надзора контролирующих органов. В конце 90-х годов, когда там поселился отец Арсенофий, постепенно начали собираться люди, желающие монашеской жизни. И со временем собралась община, которая сегодня там находится. Некоторое время тому назад, по моему представлению, Священный Синод Русской Православной Церкви преобразовал эту общину в женский монастырь. Это самый новый у нас монастырь на территории Ульяновской области. Храм пострадал очень сильно. Но дело в том, что когда храм закрыли, то, как и большинство храмов, которые не разрушили сразу до основания и начали использовать в хозяйственных нуждах, его привели, как тогда выражались, в некультовый вид. То есть срубили купол и колокольник. И когда храм уже опять стал действующим, то восстановлено это было на скорую руку. Настолько, насколько это было возможно, насколько позволяли условия, наличие материалов, точнее, их полное отсутствие. Поэтому купол был такой фальшивый, из легких материалов сделан, из достучек, фанерок и арголита. И его надо было менять. Я, собственно говоря, и поставил перед сестрами монастыря эту задачу – привести храм в должный вид, отреставрировать его, восстановить купол, который был когда-то и должен быть. Поэтому и когда случился пожар, то все это сооружение легкое, оно сгорело очень быстро, как порох. Надо сказать, что сам храм, мы сейчас можем это сказать, по результатам обследования, которые на днях буквально было сделано, сам храм, его основная часть не пострадала. Ни стены, ни фундаменты, ничего. Вот сейчас создана такая соответствующая комиссия, в ней входят специалисты. Мы делаем проект реставрации и через какое-то время займемся, собственно говоря, восстановительными работами. Конечно, монастырь не имеет возможности сам производить эти работы. Они сложные, дорогие. И мы с благодарностью примем помощь, любую помощь, которая будет оказана всеми. Уже сейчас много людей приезжают, помогают, все физическое, поскольку нужно было расчищать после пожара то, что осталось от храма. И много людей переводят свои средства. Реквизиты монастыря есть везде. Мы объявили кружечный сбор в наших храмах на восстановление храма в женском монастыре в Ляховке. Я надеюсь, что у нас это получится. У нас сейчас в области митрополии четыре монастыря. И зрители спрашивают, зачем они вообще возводятся в наше время? И в целом для чего необходимо монашество? Ну, дело в том, что возводятся, зачем возводятся, это вопрос поставлен неправильно. Монастырь возникает там, где в этом есть необходимость. Зачем нужны монастыри? Мы не открываем монастырей из-за какой-то необходимости. Из-за, как думает, наверное, автор этого вопроса. Монастырь – это то, что органически вырастает из самой церковной жизни. Монашество, присущее церкви с самых древних времен, это особый вид подвига, особый вид жизни с Богом, такой жертвенный. И когда человек, ради того, чтобы постоянно пребывать в молитве и в общении с Богом, отказывается от совершенно законных, естественных и правильных человеческих привязанностей и образа жизни. Поэтому он идет в монастырь. Монастыри возникают там, где есть люди, желающие в них жить. Просто так открыть монастырь и сказать, что и дать объявление, вот мы открыли монастырь, приходите, пожалуйста, к нам сюда. Так никогда не было. Я очень надеюсь, никогда не будет. А если и будет, это не будет иметь никакого результата. Потому что монастырь, повторюсь, это то, что вырастает органически, естественно, из самого развития церковной жизни. Да, у нас сейчас в области четыре монастыря. Три женских, они все находятся в нашей епархии, в Симбирской. Один мужской, это Жадовский монастырь, в Барыжской епархии. В Мерекеской пока монастыря нет своего. Ну, и я думаю, что те люди, которые ходят в храм, те люди, которые живут церковной жизнью, они очень хорошо понимают и знают, что такое монашество. Для них, им не нужны объяснения, почему и зачем монастырь возникает, и зачем оно существует. Ну, вот в Ляховке как раз хороший пример, как возник монастырь. Просто люди тянулись. Совершенно верно. На протяжении более десяти лет люди, которые хотели жить монашеской жизнью, собирались в очень сложных и непростых условиях. Они там жили, буквально зарабатывали себе на жизнь трудами своих рук. И со временем, когда стало ясно, что это не просто какое-то такое увлечение со стороны двух-трех человек, а действительно здесь собрались люди, желающие полностью, с такой полной отдачей жить в монастыре, тогда было бы развод в монастыре. Так всегда возникали монастыри, абсолютно всегда. Повторюсь, никогда монастырь не возникал просто по воле начальства. – Да. Вопрос от зрителей. – Если Господь призывает человека к монашеской жизни, значит, он его больше любит, чем обычного мирянина? – Нет, это совершенно неправильно. Дело в том, что оба пути в христианской жизни, монашеский и путь в миру, абсолютно равноценны. И перед очами Божьими, и для самого человека объективно. И то, и другое – это очень путь сложный, непростой. Жизнь христианская в миру, она представляет гораздо больше проблем и опасностей для христианина. Монастырь до некоторой степени – это попытка от этих опасностей, от этих соблазнов уйти, для того, чтобы ничего не мешало человеку находиться с Богом. Поэтому это неправильная такая мысль. И христианская жизнь, семейная жизнь в миру ничуть не менее ценна, чем монашесство. – Зрители интересуются, как стать трудником, прийти в монастырь, потрудиться? – Очень просто прийти в монастырь и потрудиться. В любой монастырь прийти. Ну, конечно, свои силы надо как-то рассчитать. Если человеку 80 лет, то ему уже трудно прийти, потрудиться. Если человеку есть какие-то возможности, есть какая-то специальность, кто-то может готовить, кто-то может печь хлеб. Каждый человек. Кто-то замечательно разбирается в электрике, допустим, или в газовом оборудовании. Все люди нужны в монастырях, потому что монастырь – это общежитие, где живут люди. И у них есть, в общем, все, что обычно бывает в общежитии. – Наверное, надо прежде позвонить настоятельнице или настоятельнице? – Не обязательно. Не обязательно, совершенно. Можно просто, выбрав монастырь, для начала, конечно, нужно поездить и посмотреть. Лучше всего просто приехать как паломнику, побыть там день, другой, побыть на службе, посмотреть на сам монастырь. Может быть, делать это не один и не два раза даже. А потом, когда сердце как-то расположится именно к этой обители, к этим братьям или к этим сестрам, тогда прийти и на какой-то более длительный срок. Вы знаете, раньше в Советском Союзе люди, которые хотели жить в монастырях, обычно приезжали в монастырь в отпуск потрудиться. То есть, они не могли сразу прийти, не могли уйти. Брали отпуск свой на работе, и вот 28 дней отпуска жили в монастыре, несли послушания какие-то монастырские. Так делали год, два, пять. А потом, в конце концов, уже рассчитавшись как-то с какими-то мирскими своими обязанностями, ответственностью, приходили насовсем. – Вопрос от юного зрителя. – Да. – Мне 15 лет, с горем пополам окончил 8 класс. Мне надоело школы. Можно ли уйти в монастырь прямо сейчас, не дожидаясь окончания школы и 18-летия? Я понимаю, что меня сразу в монахини постригут. В монастырь же не надо аттестат приносить? – Я категорически против, я бы близко не подпустил этого юношого к монастырю. Во-первых, в 15 лет он еще ребенок. Все у нас, мы можем принять кого-то только после 18 лет. И, конечно же, монастырь – это место, где человек даже не должен помнить о таких словах «не хочу», «надоело», «не могу» и прочее. Монастырь – это место, где царствует самопринуждение. Человек должен жить все время в таком состоянии. Он должен себя заставлять все делать. Человек не может заставить себя учиться, закончить школу. Но куда он годится потом? Что с ним будет? – Монастырь – это не просто место, где можно прийти и спрятаться от учителя, от учебников, от мамы, с папой, еще от кого-то. Нет. Это как раз очень сложная, трудная, напряженная жизнь с полной самоотдачей. Поэтому для этого юноша монастырь пока совершенно противопоказан. – Там уже ответственность несут родители за него. – Да, конечно. Если только с отцом вместе. Вот вдруг отец захочет вместе с ним пожить в монастыре, приехать в Ханейкул, допустим, в какое-то свободное время, то это можно. Как раз будет возможность посмотреть, что такое монастырь. Потому что представления о монастыре, скорее всего, какие-то совершенно фантастические. Не имеющие отношения к действительности. – А какой возраст монашеского пустрига? – Ну, это достаточно вариативная такая вещь. Есть некие правила, которые… Это не монастырские правила, это, скорее, сегодня такие требования уставные, что ли, не раньше 30 лет. Но кто-то с этим согласен, кто-то не согласен. Ну, я думаю, что 18-20 лет – это рановато. А вот чуть позже – вполне возможно. Вот где-то после 20 лет можно. Если человек несколько лет при этом пробыл в монастыре, прожил в монастыре. Вы знаете, когда сегодня говорят о том, что постригать монашество нужно после 30 лет, исходит из горького опыта. Потому что, да, молодые люди, девушки, которых постригли, там, где-то 18-19, там, в 20 лет, все-таки все очень неустойчиво, непостоянно. И бывают самые разные случаи, трагические случаи. Они уходят, им как-то не могут себя удержать в монастыре. Поэтому, все-таки, сейчас такая вот тенденция людей достаточно долго проверять. И раньше так же, в послушниках, в трудниках люди ходили по 10-15-20 лет. Потом только постригались в монашество. Но, с другой стороны, скажем, вот на Святой Гореафон, там принимаются 17 лет. И могут пострилить через какое-то очень скорое время. Считают, наоборот, что после 30 лет человек уже сформировался, и он трудновоспитуем уже дальше. А что в молодости, как бы, он больше-более поддается воспитанию, образованию в нем настоящего такого монашеского устроения. Но дело в том, что на Афоне есть множество очень опытных, очень хороших духовников, которых, скажем так, в наших условиях сегодня в миру далеко не так много. Зрители интересуются, какие документы необходимы, когда человек уходит в монастырь? Только, я думаю, паспорт и там какие-то еще военные билеты, если у человека есть, наверное. Ну, надо же знать, кто человек, откуда он. Ведь так можно прийти в монастырь с самым разным личностям и просто прятаться в монастыре. Это тоже было бы очень плохо. Ну, и, я думаю, я так знаю, что во многих монастырях просто какие-то медицинские справки тоже попросят. Потому что сегодня много людей с самыми разными заболеваниями. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин